Здравствуйте! В столице Приволжье 15 часов. Горький ТВ о главных новостях к этому моменту. Глава администрации города Олег Кондрашов ответил на призыв депутата Заксобрания Нижегородской области Владимира Буланова устроить политическую дуэль. Напомним, что в открытом письме господин Буланов предложил Кондрашову баллотироваться на выборы в городскую думу по одному округу. Что касается вот этих вот рыцарских мероприятий, это вот как раз и показывает его стиль работы. Это вообще-то депутат, это представлять, значит представлять интересы жителей. Это никакая не игра. Там на спор давайте здесь или давайте здесь. Если предстоящие выборы в городскую думу сведут в одном избирательном округе, мы и разберемся там. Кроме того, Олег Кондрашов сообщил, что Владимир Буланов проиграл суд и апелляции по принятому решению о защите чести, достоинства и деловой репутации Нижнего Новгорода. Суд не нашел подтверждений словам Буланова о том, что компании в принудительном порядке заставляют сдавать средства в благотворительный фонд Олега Кондрашова. Симферополь, Сочи, Анапа и Салоники внесены в летнее расписание Нижегородского аэропорта Стригина. Первый рейс в Симферополь запланирован на 16 мая, а к концу месяца улететь в Крым из аэропорта в Нижнем Новгороде можно будет три раза в неделю. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Полеты будут выполняться на аэробус А320 уральскими авиалиниями. Судостроительный банк прекратил свою деятельность в Нижнем Новгороде. Банк России в понедельник утром отозвал у него лицензию. Как говорится, в сообщении регулятора кредитная организация предоставляла недостоверную отчетность, а также проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Сразу пять сотрудников администрации города на еженедельном оперативном совещании в мэрии получили дисциплинарные взыскания за плохое качество уборки дорог и придворовых территорий. Изменится ли после этого ситуация в лучшую сторону в городе? Подробности в нашем следующем материале. Непогода продолжает испытывать на прочность дорожные службы. Снег идет с завидной постоянностью, но уже много где можно встретить асфальт. Последние две недели уборочная техника практически в круглосуточном режиме ликвидировала последствия снегопадов. На прошлой неделе глава администрации города вместе с главами районов провел ночной рейд, на котором посмотрел, как убирают снег в городе. Увиденным Олег Кондрашов остался недоволен. Я критикую работу администрации районов, администрации города, блока, который занимается уборкой города от снега. Сегодня было объявлено дисциплинарное взыскание четырем главам районов, а также руководителю департамента дорожного хозяйства. Глава администрации рекомендовал главам районов досрочно разрывать контракты с теми подрядчиками, которые не справляются с уборкой дорог в период сильных снегопадов. Больше всего критики от сети менеджера досталось Нижегородскому району. Главе было рекомендовано разделить район на несколько частей и заключить несколько договоров на их уборку. За этой работой Олег Кондрашов пообещал следить лично. Сейчас все отработали обращения жителей и в мой блок, и в различные прямые эфиры. Будем следить дальше за этим вопросом. Я думаю, что ситуация серьезно улучшилась, и дальше с вашей помощью будем отслеживать нерадивых руководителей. Большая часть обращений на некачественную уборку снега в Нижнем Новгороде приходится именно на дворовой территории. При этом администрации отмечают, что, как правило, это территории, уборками которых должны заниматься домоуправляющие компании. Валентина Тимонина, Ярослав Гонин, Илья Федулов, Горький ТВ. Переходим к курсам валют на завтра. Доллар США потерял 2 рубля 40 копеек и стоит 62,66. Единая европейская валюта похудела почти на 3 рубля. Официальный курс на вторник 71 рубль 54 копейки. Нефть, напротив, демонстрирует рост 61 доллар и 40 центов на данный момент. Берегите себя и свои карманы. Удачного дня!